Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга и в этом видео мы с вами обсудим, как правильно выбирать тональный крем в интернете и посмотрим свотчу новой преображающей тональной основы Giordani Gold Master Created и подписывайтесь на мой инстаграм, если хотите смотреть новинки Арифлейм и свотч в прямых эфирах прямо со съемок. Поехали! На самом деле сейчас очень много покупок совершается с помощью интернет и тональную основу тоже можно купить через интернет и самое первое правило, если на тональной основу есть пробники и если вы можете немного потерпеть, то закажите пробники и протестируйте тональную основу на себе потому что любая цветопередача в YouTube видео, либо в каталоге, либо на сайте онлайн, где вы заказываете тональную основу она все равно может немного искажаться и даже если вы будете смотреть свотчи у кого-то на руках или на лице, они все равно могут играть по-разному и даже взгляд человека воспринимает разные оттенки по-разному и именно поэтому, если вы закажете пробник и протестируете его самостоятельно себе, то вы уже 100% угадаете с цветом это же гораздо лучше заказать пару-тройку пробников и попробовать уже непосредственно на себе, чем рисковать и потом выбрасывать тональную основу, которая вам не подошла следующий совет, обратите внимание на людей, чей цветотип схож с вашим если им что-то подошло и они говорят, что они пользуются такими оттенками, скорее всего этот оттенок подойдет и вам тоже выбирайте тональное средство, исходя из особенностей вашей кожи если у вас сухая безвоженная кожа, выбирайте увлажняющее средство ничего, если все вокруг кидаются на другие средства, вам нужна именно увлажняющая тональная основа если у вас уже есть какие-то возрастные изменения на лице, выбирайте антивозрастную тональную основу но всегда следите, чтобы в вашей тональной основе была защита от фотостарения, SPF и желательно, чтобы он был выше 15, тогда вы можете быть уверены, что ваша кожа тогда, когда вы в макияже защищена от солнышка и от вредного воздействия солнечных лучей покупайте с умом, как только выходит новое косметическое средство, то на него выходит огромное количество отзывов я сама всегда смотрю отзывы, я читаю группе ВКонтакте, я читаю их на Ютуб и я смотрю, как реагируют на ту или иную новинку потребители и чаще всего, если я вижу одни и те же повторяющиеся отзывы, значит предмет имеет место быть значит, именно у этой новинки есть такое свойство конечно, я заведомо отметаю негативные отзывы людей, которые всегда оставляют негативные отзывы также я отметаю различные предпочтения есть люди, которые любят именно вот только такое и вот никакое другое но если я вижу какой-то факт, который повторяется из раза в раз, то я всегда обращаю на этот факт внимание и вы тоже можете обратить на этот факт внимание но мы все разные, вы помните о том, что одному подходит одно, другому подходит другое и то, что не подходит кому-то, для вас может быть просто идеальным всегда смотрите свотчи, это очень легко сделать вбиваете свотч и если вы хотите узнать свотч конкретно на какой-то тон вы можете вбить код этого продукта и вам выйдет видео, либо фотография именно непосредственно с кодом вашего продукта где вы можете это посмотреть если вы хотите найти свотч именно на нашем канале а у нас есть свотчи за последние три, даже больше, уже четвертый год мы снимаем свотчи на все новинки компании Reflame вы просто еще к слову свотч вбиваете в поиски слово взлет и вам выйдет видео с нашего ютуб канала и последний принцип, по которому можно выбирать продукт в интернет тональную основу, обратите внимание, что часто производители используют одни и те же названия и чаще всего одни и те же английские названия ориентируйтесь именно на английские названия и если вы пользовались, например, фарфоровым оттенком то ищите такой же фарфоровый оттенок в новых линейках и скорее всего он будет идентичен, скорее всего он будет очень похож давайте же обсудим, что у нас за такая новая преображающая тональная основа итак, преображающая тональная основа Giordani Gold она вышла в люксовой серии декоративной косметики от Arifly и серия Giordani это именно такая серия декоративной косметики которая предназначена для женщин, которые считают, что вкладывать деньги в себя это не роскошь, это необходимость и вся серия, она вызывает очень приятные, эстетические, тактильные ощущения каждый продукт приходит вот в такой черной коробочке украшенная золотыми буквами ну это вот для меня, например, неважный факт а некоторые женщины, они это очень сильно любят и вы можете подчеркнуть это, когда рассказываете про этот продукт вашим клиентам непосредственно сам флакон Giordani он выполнен из матового стекла он очень красивый и на столике, на вашем туалетном он будет смотреться просто шикарно меня порадовало, что в этом флаконе стандартный дозатор я такой дозатор больше люблю, чем пипетку, которая была в предыдущей серии тональной основы и мне им пользоваться очень удобно я этим дозатором необходимое количество тонального средства выдавливаю на руку потом беру кистью и уже наношу на лицо флакон достаточно тяжелый, увесистый и в новой серии 6 оттенков преображающая тональная основа компания Арифлэйм заявляет нам, что эта тональная основа будет давать сияние и я уже протестировала эту тональную основу на предмет сияния я наносила ее и снимала с этой тональной основы предыдущий обзор когда снимала видео о моем заказе и вы уже отметили в комментариях Оля, что у тебя с кожей, она так красиво переливается или это новый свет, это не новый свет, это новая тональная основа вот такой эффект я так что на вас уже потренировалась и протестировала действительно эффект сияния от этой тональной основы есть в тональной основе содержится SPF 18 это у нас защита от фотостарения то есть я могу быть уверена, что когда я выхожу в этой тональной основе на улицу то солнышко моей коже не страшно есть блокировка солнечных лучей и кожа не старится от солнца но есть такой один небольшой факт чтобы вы тоже имели это ввиду когда я наношу эту тональную основу с утра она шикарно, легко, очень нежно ложится на кожу есть вот это очень нежное сияние я ненавижу жирный блеск когда вот заявляется сияние какому-то хайлайтеру а потом в итоге на выходе через полчаса я получаю жирный блеск нет, здесь этого нет здесь именно вот нежное-нежное сияние здоровой кожи но по прошествии где-то 3-4 часов с этой тональной основой я начинаю на коже ощущать и я думаю, что это именно по той причине, что у нее есть вот эти SP-фильтры которые добавляют ей немного тяжести уже в процессе носки поэтому если для вас это принципиально вы обязательно возьмите пробник и протестируйте эту тональную основу в течение дня как она будет на вас лежать а уже дальше принимайте решение о покупке в этой тональной основе 30 мл и она содержит корректирующий комплекс то есть, когда мы наносим ее на кожу то тональная основа сливается с цветом кожи в компании Reflame серии Giordani была тональная основа Adaptive в такой круглой баночке я пользовалась той тональной основой и для меня по текстуре и по качеству может быть это та же самая формула очень сильно напоминает именно тональная основа Adaptive та линейка отличалась таким свойством что можно было взять совершенно любой оттенок и он в любом случае адаптировался под цвет вашей кожи поэтому здесь тоже есть этот корректирующий комплекс и я думаю, что вы сильно не прогадаете если чуть вправо, чуть влево от своего оттенка уйдете также в этой тональной основе содержится антивозрастной комплекс и очень часто спрашивают если тональная основа антивозрастная можно ли ее использовать девушкам помладше я думаю, что здесь нет таких активных ингредиентов которые бы боролись с вашими морщинами убирали пигментацию, подтягивали овал лица просто здесь комплекс, который хорошо влияет на вашу кожу то есть для женщины более старшего возраста она не просто корректирует лицо тональной основы а еще и визуально делает вот такой антивозрастной эффект в макияже поэтому я думаю, это лично мое мнение что тональной основой с антивозрастным эффектом может пользоваться девушка совершенно любого возраста и также здесь увлажняющий и ухаживающий комплекс ингредиентов я бы вам сказала, каких, но у меня нет такой информации от компании Арифлей 35-235 холодный фарфоровый мне кажется, что в каталоге он выглядит немного серее а здесь прям порозовее давайте посмотрим на руки 35-236 теплый ванильный вот этот оттенок похож на оттенок в каталоге но тоже, мне кажется, он выглядит чуть-чуть более бежевым, чем в каталоге давайте посмотрим на руке 35-237 теплый нют в каталоге выглядит более песочным, чем на самом деле а на самом деле он чуть темнее, чем теплый ванильный давайте посмотрим на руке, так ли это 35-238 слоновая кость нейтральный оттенок и очень интересует девушек, отдает ли он розовым мне кажется, что у него есть такой корректирующий сероватый пигмент больше, чем розового ну, при желании, розовое тоже можно в нем найти, конечно но прям вот корректирующий такой оттенок я люблю такие оттенки 35-239 холодный бежевый ну, как-то вот в каталоге выглядит прям вообще таким песочно-коричневым а на самом деле он отдает рыжим давайте посмотрим на руке и 35-240 теплый бежевый это если вы хотите выглядеть, как будто вы приехали с моря, вот, кстати, единственный оттенок, который очень похож на оттенок в каталоге давайте посмотрим на руке не светлая и не темная кожа обычная, да, стандартная то вы выбираете какой-то из этих четырех, который вам больше понравится а сейчас давайте немного растушуем эти свотчи, чтобы посмотреть, как они выглядят в растушеванном виде смотрите, какой нежный, светлый оттенок следующий очень красивые оттенки и очень нежная текстура мне больше всех нравится нейтральный вот такие оттенки ну, прямо шикарные оттенки это действительно люксовая тональная основа итак, давайте же наносить тональную основу у меня есть новая кисть вы меня все просили, чтобы я вам показала новую кисть вот показываю 35 тысяч ворсинок когда мы смотрели ее в офисе то девочки сказали это же не натуральная кисть я сказала, как не натуральная она вообще идеальна она такая мягкая она просто шикарная кисть и мы посмотрели в каталог да, она сделана из нейлона представляете? но при этом она настолько мягкая что мне даже жалко начинать ей пользоваться смотрите, какая красотка сравниваю я давным-давно пользуюсь кистью для тонального средства Giordani и вы ее все знаете она давно уже в каталоге посмотрите, какая она малютка по сравнению с новинкой этой кистью легче прокрашивать труднодоступные места но эта кисть будет больше захватывать и гораздо быстрее наносить тональную основу наносить на лицо я буду нейтральный оттенок 35-238 слоновая кость этот оттенок подойдет абсолютно всем я наношу всегда тональную основу сначала на руку посмотрите, какая она жидкая по текстуре видите, она течет то есть я думаю, что на лице она будет очень-очень тонкой ну, очень жидкая мне казалось, что она чуть-чуть погуще и теперь мы берем кисть и кистью промакиваем тональную основу и наносим на лицо я сегодня без макияжа только глаза и губы а тональное средство на лицо я не наносила ну, давайте посмотрим, как она будет покрывать как она будет справляться ой, такая кисть классная та кисть, она более набитая вот эта, и она у нее короткие ворсинки и она вот прямо вбивает очень сильно а эта кисть, она более вы видите, да что она тянется по лицу и, соответственно, она лучше растягивает тональное средство неплохой, кстати, оттеночек мне нравится если не знаете, что выбрать выбирайте нейтральный оттенок я думаю, что невооруженным взглядом уже видно, что тональная основа перекрыла всю мою красноту которая у меня есть на лице и есть вот это небольшое сияние на лице давайте я вот, чтобы вам было видно прям пол лица сделаю этой тональной основой вот на одну сторону лица я нанесла тональную основу и вы можете видеть разницу есть небольшой эффект сияния вот такой подсвеченный изнутри именно кожа и я хочу, знаете, что сделать? нанести еще один слой тональной основы мне интересно посмотреть, как она будет вести себя в наслаивании поэтому я беру еще немного тонального средства кстати, помните о том, что если вы используете кисть то тонального средства у вас входит больше если вы хотите экономить драгоценное средство то отлично подходит силиконовый спонж я снимала на этот спонж обзор и в этом обзоре я наносила на спонж и потом на лицо если вы будете также носить на руку и брать с руки силиконовым спонжем то у вас будет очень мало уходить средства поэтому вы можете выбрать предпочтение тому или иному способу нанесения так, ну давайте наслоим как она поведет себя корректирует она замечательно это я уже могу точно сказать потому что я с ней уже ходила с этой тональной основой и она перекрывает все неровности которые есть на коже она не подчеркивает шелушение чего девочки очень часто боятся что тональная основа подчеркнет из-за того, что у нее есть вот эти увлажняющие ухаживающие комплексы она наоборот сглаживает поверхность кожи сглаживает рельеф кожи ну, мне кажется, отлично но эффект сияния присутствует но я никогда не оставляю тональную основу одну на лице я всегда ее сверху еще и припудриваю итак, вот так выглядит тональное средство как вам эффект, что скажете эта сторона без тонального средства а это уже с нанесенной преображающей тональной основой как вам эффект? и давайте же закончим макияж и нанесем тональную основу на вторую часть лица и вот у меня на все лицо нанесена преображающая тональная основа сияние изнутри очень мягкое нанесение очень легкая текстура меня радует, что есть защита от солнца и вообще я отлично себя чувствую с этой тональной основой на лице как вам эффект? нравится ли вам то, что у меня получилось? вы видите, что я с вами абсолютно честна я была в начале видео без тонального средства и сейчас вы видите эффект, который дает именно эта тональная основа преображает ли она? делитесь со мной в комментариях ну и конечно же подписывайтесь на наш канал чтобы смотреть новинки компании Reflame вместе со мной и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok